Всем привет! Вы на канале Invescar, меня зовут Дмитрий и сегодня у нас 20-й юбилейный выпуск рубрики «Чистый Вин-код». В этом выпуске я покажу вам 47 автомобилей с разбором Вин-кодов и фотографиями с аукционов США. Я покажу вам, сколько стоят автомобили на рынках Грузии и какая будет стоимость растаможки через Армению или Россию. Расскажу, что такое лаборатория, ЭПТС, что такое СБКТС, а также, что такое утильсбор. А теперь тапку в пол и поехали! Ночной юбилейный выпуск с компактного внедорожника Chevrolet Cruze 2017 года выпуска, оснащенного турбодвигателем объемом 1,4 литра и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. С пробегом 70 600 км просят за данный автомобиль 9 700 долларов. Следующий автомобиль корейской марки Hyundai – это Santa Fe 22 года выпуска с минимальным пробегом 6 500 км. и стоимостью 28 000 долларов. Таможня через Армению – 11 200 долларов. Далее рассмотрим Hyundai Tucson 2020 года выпуска с пробегом 44 000 км и стоимостью 19 500 долларов. Дорогие друзья, на всех автомобилях в моем обзоре указана цена на рынке в Грузии без растаможки на Россию или страны СНГ. Для того, чтобы поставить на российский учет купленный автомобиль, необходимо выполнить ряд несложных действий. Это найти хороший автомобиль, купить его, сделать реэкспорт, растаможить. Проще и быстрее это сделать через Армению. Перегнать ваше авто в России и пройти лабораторию. Получить из БКТС и ЭПТС. Собрать пакет документов для таможни и заплатить утилизационный сбор для перевода полученного ЭПТС в статус действующий. И после этого вы сможете поставить ваш автомобиль на учет. Наша команда Invescar поможет на каждом шаге. И в подборе лучшего автомобиля в Грузии. В сопровождении в Армению для растаможки вашего автомобиля. Чтобы не терять время, вы сразу же скидываете документы и мы записываем вас в лабораторию в любом из 19 городов России, указанных на фото. Далее в течение 3-5 дней вы получаете из БКТС и ЭПТС дистанционно. После этого вы сами или мы также дистанционно подготавливаем документы на утиль сбор. Благодаря профессионалам нашей команды покупка и оформление вашего автомобиля может стать не сложной процедурой. А путешествуем с возможностью посмотреть на красоты и достопримечательности Грузии и Армении. Дорогие друзья, не забываем подписываться на наш канал, ставить лайки, пишите комментарии, звоните и пишите на указанный телефон в WhatsApp. В описании под видео есть ссылки на наш сайт, на телеграм-канал, теперь мы также есть и в Дзене. Теперь продолжим наш обзор. Рассмотрим Toyota Camry в комплектации L, 2018 года выпуска, с пробегом 124 700 км, которую продают за 16 500 долларов. Следующий у нас в обзоре Volkswagen Passat, комплектация R-Line, автомобиль 2017 года выпуска, просит за него 10 800 долларов, пробег 143 700 км. Далее идет Kia Optiman, комплектация LX, 2018 года выпуска, с пробегом 79 500 км, просит за него 12 500 долларов. Таможню вы видите. Следующая у нас Toyota RAV4, 2017 год, пробег 71 500 км, просит за нее 15 900 долларов, таможня только через Армению. В России не актуально, таможню. Далее смотрим Toyota RAV4 в комплектации XLE Premium, 2020 год, 21 000 км пробег, просит за нее 24 500 долларов. Следующая у нас Camry, комплектация XSE, май 2019 года, пробег 120 500 км, просит за автомобиль 22 000 долларов. Далее смотрим Subaru Forester, комплектация Premium, автомобиль с сентября 2019 года, пробег 118 000 км, просит за автомобиль 18 000 долларов. Premium, кстати, редкие комплектации на Subaru. Следующая у нас Mazda CX-5 в максимальной комплектации Grand Touring, 2021 год, пробег всего 45 500 км, просит за автомобиль 24 500 долларов. Это у нас Toyota RAV4 в комплектации XLE Premium, 2021 год, пробег 54 000 км, просит за нее 25 000 долларов. Это Mazda CX-5 в комплектации Premium Plus, 2022 год, 18 000 км, просит за нее 24 500 долларов. Далее идет Toyota Highlander, 2021 года, с небольшим пробегом 43 000 км, просит за автомобиль 35 000 долларов. Все пробеги, кстати, я пересчитываю на километры, чтобы проще было считать, потому что, когда вы звоните, многие спрашивают, у этих мили там, давайте в километры. Поэтому я перевожу сразу все в километры. Так, Toyota RAV4 2020 года, пробег 60 100 км, цена данного автомобиля 24 500 долларов. Через Армению растаможить 7 500 стоит. Далее у нас идет блок из Mazda CX-9. Это в комплектации Grand Touring, 2020 года, сентябрь месяц, пробег 17 000 долларов, цена 26 500 долларов. Следующий автомобиль Mazda CX-9, 2016 года, это утопленник. К утопленникам мы относимся сразу плохо, поэтому даже ничего про него говорить не буду. Так, далее Mazda CX-9 в комплектации Touring, 2018 год, май месяц, пробег 60 000 км, цена 28 800 долларов. Далее идет блок из Mazda CX-5, данная в комплектации Touring, 2021 год, пробег 21 500 км, цена 22 000 долларов. Следующая Mazda CX-5, 2021 года, только уже август месяц, просит за нее 21 700 долларов, пробег также небольшой, 16 500 км. Далее Mazda CX-5, также в комплектации Touring, но переднеприводная, 2020 года, пробег 26 500 км, просят за данный автомобиль 23 800 долларов. Это красная Mazda CX-5, полноприводная, 2022 года, 21 000 км, ее цена, пробег 10 500 км, повреждения видите на экране. Следующая Mazda CX-5, также в комплектации Touring, 2017 года, пробег 102 500 км, просят за нее 19 900 км, таможня через Армению 5 600. Далее идет Mazda CX-5, апрель 2019 года, пробег 50 000 км, удар был в заднюю часть, цена 19 800 долларов. Это у нас Mazda CX-5 в комплектации Premium, это рестайлинг, у них, потому что другие фары идут. Так, 6000 км пробег, 22 год, цена 27 500 долларов. Это также Mazda CX-5 с расширенным пакетом, 22 года, 28 000 долларов за нее просят, пробег 4 600 км. Это пятерка 2018 года, сентябрь месяц, переднеприводная она, 19 900 долларов цена, пробег 47 500 км. Стоимость растаможни через Армению и Россию вы видите. Следующая CX-5 в комплектации Sport, полноприводная, 2020 года, пробег небольшой, 21 000 км, цена 19 000 долларов. По таможне через Армению будет в районе 9 200. Так, далее у нас идет редкий представитель, это Ford Edge, 2-литровый турбодвигатель, переднеприводный, 6-ступенчатый автомат. Отдают за 13 500 долларов, пробег 139 000 км. 16 год, 4 месяц, она уже не растаможен на Россию. Так, это Chevrolet Trax, 8 900 долларов, 17 год, 166 000 км пробег. Это Chevrolet, ну вот, Jeep Cherokee, 15 500 долларов, 17 год. Далее Toyota RAV4, комплектация XLE Premium, 28 000 долларов, пробег 33 700 км. 20 год, октябрь месяц. Далее смотрим, тоже редкого представителя грузинского рынка, это Ford EcoSport, комплектация S, 2-литровый двигатель, полный привод, 19 год. Цена данного автомобиля 10 500 долларов, пробег небольшой, всего 12 500 км. Это у нас Buick Encore, такой же, как Chevrolet Trax, его собрать, так скажем, 17 год, январь месяц, 10 800 долларов. Просят за него пробег 37 600 км. Так, сейчас у нас будет блок из Volkswagen, Tiguan. Так, это у нас, значит, Tiguan, получается, 18 года, пробег 140 500 км, 17 500 его цена. Этот Tiguan у нас, утопленник, отдают его за 16 500, также 17 года. Этот Tiguan 22 года отдают за 26 000 долларов, пробег 10 100 км. На этом мы завершаем наш обзор. Дорогие друзья, не забываем подписываться на наш канал, ставить лайки, пишите комментарии, звоните, пишите на указанный телефон по WhatsApp. В описании под видео есть ссылки на наш сайт, на телеграм-канал, также мы теперь есть и в Дзене. Все, всего доброго, пока!